с добрым утром ребята поехали проводить занятия и еще одно секретное место но об этом позже понеслась меня сейчас ребят будет где-то шесть тренировочных сессий а после них мы с вами поедем в обещанное секретное место еще сегодня мы обязательно поговорим о моих тренировках которые просто радуют меня не по дням и по часам болит все так что двигаться не могу так ощущение что мне били всю ночь но блин ради этого ощущения я и занимаюсь и хочется чтобы было блин чувство того что мышцы проработаны они просто ты позанимался и потом на следующий день ни хрена не болит сейчас были все я вам честно скажу ребят я хотел сегодняшнее видео делать о инсулинорезистентности в прошлом влоге я упомянул о нем и ребята говорят да давайте обсудим сделайте это темой нового или следующего видео но я думаю что и так получится достаточно длинный ролик поэтому инсулинорезистентность мы на следующее видео перенесем сегодня мой любимый десерт и немного у моей программе тренировок и так друзья мои у нас начало 10 утра и только сейчас на улице более-менее стало светло у меня первый кофе за сегодня и сейчас мы начинаем третью тренировочную сессию поехали ребята даю короткий и интенсивный апдейт относительно моей программы тренировок вы помните я начал заниматься очень интенсивно то есть и без того до этого интенсивность была высокая то есть смысл какой я всегда проводил тренировки длительностью 45-час и старался делать их достаточно насыщенными но сейчас как я уже говорил времени нет просто физически я не успеваю и снимать и проводить массу моих занятий тренировок и со семьей проводить время поэтому я поменял мою программу тренировок на достаточно короткие еще короче то есть 15-20 минут и частые то есть стараюсь каждый день 15-20 минут я могу найти каждый день но не час за последние пять дней было четыре четыре тренировки охренеть раньше я 4 тренировки делал за блин ну дней 12 наверное если в лучшем случае получалось эти четыре тренировки у нас были первая грудь я ее снимал я показывал вторая была трицепс я ее не снимал не показывал потом был день перерыва затем был кор последнее предыдущее видео кстати вот сейчас она здесь засветилась ребят офигенно блин 20 минут проработки кора убивают и вот так я сейчас хожу мне просто бред и боковые косые и верхние и нижние просто убийственная тренировка кора вот так получилось и после кора вчера я тренировал ноги я их тоже не снял блин нужно было хотя бы пару кадров сделать чтоб сейчас вставить но к сожалению не снял ноги хлам ноги состояла тренировка только из приседаний буквально 20 минут присел глубоко восемь подходов 70 80 90 100 100 100 потом дроп сет 90 80 и 70 что-то ну прям хлам вообще за 20 минут хотелось плакать очень хорошо получилось и сегодня ребята будет день паузы я думал сегодня сделать бицепс но чувствую что нужно восстановиться слава богу последнее время получается замечательно спать что редкость для меня обычно со сном у нас большие проблемы либо дети либо супруга у меня беременная поэтому последние два дня просто на удивление я вчера хотел делать бицепс но выспался так что другое нельзя терять эту возможность и надо сделать обязательно ноги это ребята был мой короткий апдейт относительно моей тренировочной программы сегодня у нас отдых а завтра буду что-то делать и обязательно сниму для вас а теперь нужно найти паркинг это самая сложная задача места для инвалидов места для людей с колясками я конечно в них могу квалифицироваться на ребенка-то у меня с собой нет снова места для инвалидов и дальше снова у нас ребята те кто с детьми а мы ищем с вами белую полосу белая это для простых смертных а куда мы приехали это большой большой секрет на самом деле ребят нихрена не большой секрет все очень просто мы приехали с вами покупать единственный на мое усмотрение десерт который я одобряю наши десерты ребята делятся на несколько категорий вы знаете я всегда даю предпочтение десертам на основании их гликемического индекса то есть если мы говорим о классических десертах таких как а вот чего я буду вам рассказывать таких как смотрите вот таких вот таких среднем у каждого из этих засранцев 100 граммах содержится от 400 до 600 калорий основная часть этих калорий приходит естественно из сахара и из дешевых низкокачественных жиров это самая-самая плачевная комбинация которую вы в принципе можете своему организму дать для переваривания поэтому мы стараемся отдать предпочтение десертам тем у которых либо калорийность ниже такие как фрукты вы же помните да я всегда говорю фрукты 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 если здесь 400-600 калорий зависимости от того какой тип десерта у нас на тарелке то во фруктах у нас история совсем другая фрукты у нас 10 раз меньше дают калорий это 40-60 опять же в зависимости от того что мы выберем но если мы возьмем например хурму то это там 50 60 калорий у кей такое достаточно калорийная но помимо ребята вопроса с калориями есть еще важнейшая история с гликемическим индексом и гликемический индекс в выборе вашего десерта должен играть главную роль какой милый детский паровозик без детей это выглядит достаточно жутко какое-то время назад у меня было видео которое называлось гликемический и инсулиновый индекс если вы его не видели ребят сейчас здесь появится такая ссылочка обязательно нажимайте и посмотрите его но главный смысл этого видео заключается в том что разные продукты по разному то есть разной скоростью вызывают подъем уровня сахара в крови после их употребления в пищу и соответственно с разной скоростью вызывают подъем уровня инсулина так вот единственный десерт о котором я говорил ребята это естественно черный шоколад выше 72 процентов даже не 70 а я стараюсь брать ближе к 80 где-то в этих пределах почему потому что гликемический индекс ребята черного шоколада 25 гликемический индекс любых фруктов в основном даже выше я уже молчу в гликемическом индексе обычной кондитерки которые там доходит там 80 90 для сравнения берется за отметку в 100 единиц гликемический индекс у глюкозы то есть у самого элементарного сахара та глюкоза которая используется в капельницах у больных которые лежачие которые не могут сами кушать чтобы не умереть им ставят капельницу на глюкозке так вот глюкоза усваивается на уровне 100 а какой-нибудь странный десерт из любого кондитерского магазина у нас усваивается со скоростью 90 или 85 вы понимаете какая скорость вообще усваивание то есть он моментально повышает сахар и точно также моментально этот сахар выходит что приходит приводит к гипо гипергликемии гипергликемия это сахар очень высокий гипогликемия сахар очень низкий начинает настилипать хочется что-то пожрать постоянно потом открывается дверь холодильника и по итогу диета слетает чертям потому что у быстрые углеводы а быстрые углеводы это именно те продукты которые имеют высокий гликемический индекс приводят к резким повышением и понижением сахара в крови вот это место вот это место из преисподней почему почему мой заказ едет так долго вот он засранец ждем уже полтора месяца в конце концов сколько можно ну конечно польза от употребления черного шоколада мною раскрывалась в видео опять появилась сейчас ссылочка под названием шоколад пользу переоценить нельзя ребята полезнейшие жиры полезнейшие углеводы все практически которые у нас составе шоколада находится это не углеводы из сахара поэтому настолько и низкий гликемический индекс поэтому ребята единственный десерт который я могу одобрять это черный шоколад а мы с вами уже пришли в магазин и сейчас будем выбирать вот он вот он красавчик господи сколько молочного шоколада на нас это все не интересует нас интересует ребята вот эта тема но это слишком это 85 вот вот этот вот это 85 это в принципе достаточно горький 78 боже сколько у нас вариантов здесь очень вкусный и прям вообще легко заходящий это с апельсином но блин его здесь процент содержания у нас 48 48 это очень мало ребят это не подходит а если мы берем вот этот 78 смотрите и в составе тоже укажено 78 просто красота нам подходит берем и кстати ребят смотрите обратите еще внимание смотрите у нас в тот который 78 всего 17 грамм углеводов точнее 22 грамм углеводов из них 17 грамм сахар а тот который у нас 85 процентов какао в нем 19 грамм углеводов из них всего 11 грамм сахар просто золото блин на самом есть а еще подарили молочную конфету я говорю мне не нужно она говорит ну возьмите может кому-нибудь пригодится я не знаю кому-нибудь пригодится дашки пригодится настало время чашки кофе номер два за сегодня в мой любимый чиба вперед ё-моё меня все преследует этот поиск убийца но он хотя бы в этот раз уже с детьми и так ребята я вам показываю убийственная комбо смотрите это черный свежие заваренный кофе без молока без сахара просто чистейший шикарный черный кофе и шоколад 78 процентов какао я сейчас выпью кофе а шоколад это мне на вечер сегодня впрочем как и последнее время последний наверно полгода на схеме 23 на 1 то есть я не ем 23 часа и кушаю всего один час сутках и обычно это время тогда когда мы с супругой укладываем алого спать и где-то после 9 то есть где-то с 9 до половины 11 у меня легкий такой перекус то есть там яблоко или какой-то фрукт затем через минут 30 основной прием пищи и самом конце еще что-нибудь но сегодня в самом конце еще что-нибудь это будет вот немножко супер черного полезного шоколада и так это был мой десерт всем ребят огромное спасибо за то что вы сегодня меня смотрели как всегда если вы не подписались вот здесь чтобы не пролить кофе нажимайте кнопку подписаться каналу ставьте там звоночек и пожалуйста поддержите видео лайками огромное вам спасибо и до следующего выпуска пока